МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Это суть дела. Анализ российской экономики показывает, что в 20-е годы 21 века мы вернулись примерно на тот же уровень промышленного производства, что и в 1990 году. В 2020 году индекс промышленного производства в России составил примерно 94% от уровня 1990 года. В 2021 году он приблизился к 100%. Индекс добычи полезных ископаемых – около 120%. Индекс обрабатывающих производств – 77-80%. Это данные Росстата. Ну, чтобы было всем понятно. Спустя 30 лет мы вернулись в те самые ругаемые ныне 90-е, когда от советского промышленного производства оставалось не более половины. Динамику экономики часто измеряют по потреблению электроэнергии. В 1990 году было потреблено 1073 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В 2020 – 1085. Это снова Росстат. Вот это и говорит о сопоставимых размерах экономик. Тогда и сейчас. Но все-таки давайте разбираться конкретнее. Где потери производства, а где его прибытки? Добыча нефти – 90-й год – 516 миллионов тонн. 2020 – 513. Ну, что тут сказать. Восстановились после провала в 90-е. Природный газ в 90-м году – 641 миллиард кубов. В 2020 – 694. Рост. А как с углем? В 90-е годы добыто 395 миллионов тонн угля, а в 2020 – 398. Ну, по крайней мере, не упали. В 1990 году в России извлекли на свет 73 миллиона тонн торфа. В 2020 – полтора миллиона тонн. Торф как упал в 90-х, так больше и не поднялся. Что мы по части добычи сырья уверенно строим и неплохо на этом зарабатываем? А как обстоит дело с основными индексами социалистической индустриализации? Ну, как пелось в известной песне «Я верю, будет чугуна и стали на душу населения вдвойне». Чугуна в России в 90-м году выплавлена 59,4 миллиона тонн, в 2020 – 52 миллиона тонн. Стали – 89,6 миллиона тонн, в 2020 – 73,7. Цементы изготовлены в 90-м году – 83 миллиона тонн, а в 2020 – 56,2. Стальных труб выпущено в 90-м – 11,9 миллиона тонн, а в 2020 – 10,8. Готовый прокат черных металлов в 90-м году – 63,7 миллиона тонн, в 2020 – 61,7 миллиона тонн. Это все время данные Росстата. В общем, можно сказать, мы живем почти в 90-м или вообще в 80-х годах. Идем дальше. Производство металлорежущих станков. В 1990-м году – 74,2 тысячи штук. В 2020-м – 5,1 тысячи. Деревообрабатывающие станки в 90-м году – 25,4 тысяч штук, а в 2020 – 5,4 тысячи. Кузнечно-прессовые машины в 90-м году – 27,3 тысяч штук, в 2020 – 3,6 тысячи. Сколько бы мы ни говорили, что советское производство было неэффективным, что его нужно было глубоко менять, такой масштаб деиндустриализации иначе как катастрофой не назовешь. Паровых турбин в 90-м году мы выпустили на 9,2 миллиона киловатт, а в 2020 – половину на 5,4 миллиона. Турбины газовые в 90-м – 2,7 миллиона киловатт, а в 2020 – 0,6 миллиона. Краны мостовые и электрические в 90-м году – 2,9 тысячи, в 2020 – 1600. Экскаваторов в 90-м году произведено 23,1 тысячи штук, а в 2020 – 2,8 тысячи. С бульдозерами – вообще беда. В 90-м году – 14 тысяч штук, в 2020 – 0,85 тысячи. А сельхозмашиностроение. Зерноуборочные комбайны – в 90-м году – 65,7 тысяч, в 2020 – 5,4 тысячи. Сеялки – в 90-м году – 51,1 тысячи, в 2020 – 12 тысяч штук. А вот святая святых – легковое автомобилестроение. В 90-м году автомобилей было произведено 1,1 миллиона, а в 2020 – 1,2 миллиона. Ну, какой-то, но все же подъем. Лифты в 90-м году – 15,4 тысячи, в 2020 – 31,4 тысячи штук. Вот где рост. Грузовые вагоны. В 90-м году – 25 тысяч штук, в 2020 – 57 тысяч штук. Рост – отлично. Магистральные электровозы в 90-м году – 206 штук, в 2020 – 341 штук. Это почти весь промышленный рост в нашей стране. Вот что получается, если считать экономический рост не по цифрам ВВП, а по реальному производству. Такая вот получается стабильность. Мне просто интересно, эти цифры в Минэкономразвитии кто-нибудь видел? Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.